Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня мы представляем небольшой телескоп Skyline 60x700AZ от компании Levenhuk. Эту модель производитель адресует младшим школьникам для всех видов наблюдений, как астрономических, так и наземных. Что же приступим к обзору и проверим телескоп в деле. Телескоп упакован по типу матрешки. Сверху невзрачный транспортный ящик, в котором находим красочную подарочную коробку, а уже внутри нее коробочки с деталями телескопа. В отличие от подобных моделей других брендов, Levenhuk Skyline 60x700AZ поставляется в максимально собранном виде. Вам будет достаточно нескольких минут, чтобы приступить к наблюдениям или наоборот упаковать телескоп для перевозки. Раздвинем алюминиевую треногу на подходящую высоту, а в центр распорок прикрутим стальную полочку для аксессуаров. Тренога весит всего один килограмм, но вполне устойчиво для такого небольшого телескопа. Далее установим красивую матово-черную трубу в вилку монтировки и закрепим ее двумя винтами с головками-трилистниками. При этом не забудем вставить хромированную штангу тонких движений в проушину на правом пере вилочной монтировки. С помощью двух гаек с накаткой закрепим стандартный оптический искатель на винты в нижней окулярной части трубы. Теперь установим в фокусер диагональную призму, а в нее окуляр. Вот и все, сборка закончена, можно приступать к наблюдениям. Заметим, что в собранном виде телескоп с аксессуарами весит не более двух килограмм и даже ребенок семи-восьми лет без особых усилий перенесет его из комнаты на балкон или из дома во двор. Управление телескопом тоже не вызовет проблем. Подвижки азимутальной монтировки вверх-вниз и влево-вправо будут понятны даже неискушенному наблюдателю. Заметим, что движение по азимуту полно круговое, а по высоте от зенита до минус 20 градусов. Таким образом земные ландшафты можно наблюдать даже с высотного балкона. Облегчит управление и качественная диагональ с прямой, а не зеркальной как у других брендов картинкой. Обычно такой призмой комплектуются более дорогие модели. Отметим это как еще один положительный момент. А как же с оптикой? Объектив этого телескопа выполнен по классической двухлинзовой ахроматической схеме и имеет неплохое просветление голубоватых оттенков. Торцы линз не черненные, как и у всех моделей такого уровня. Комплектные окуляры этой модели тоже получше чем у других аналогичных телескопов. Особенно окуляр Кельнера 20 мм. С довольно широким полем зрения, резко очерченный диафрагмой и просветленной оптикой он даст фору многим комплектным окулярам. Второй окуляр Рамсдена с наклейкой 4 мм оказался 6 мм. И это лучше для такого телескопа. Вместо запредельного увеличения в 175 крат мы получаем вполне подходящую кратность 117. Трехкратная линза Барлоу не удивила и не порадовала. Она такая же бюджетная как и у других брендов. Пластиковый корпус и небольшая непросветленная оптика. Свою кратность она реализует только при установке перед диагональю. Наблюдение земных объектов в окуляр 20 мм, увеличение 35 крат нам понравились. Поле зрения шире, чем у подзорных труб с зумом. Длиннофокусный объектив строит хорошую контрастную картинку. А окуляр совсем ее не портит. Со вторым окуляром практически на максимальном увеличении в 117 крат изображение темноватое и малоконтрастное. Но поле зрения шире и картинка лучше, чем у большинства аналогичных окуляров. Испытали мы и комплектную линзу Барлоу 3 крата, в сочетании с окуляром 20 мм, увеличение 105 крат. Картинка мыльная, с искажениями, поле зрения сильно виньетировано. А вот с некомплектной двухкратной линзой Барлоу и окуляром 20 мм, на увеличении 70 крат изображение вполне приемлемо. Виньетирования нет, искажения и небольшой хроматизм присутствуют, но не мешают. С этими же аксессуарами наблюдалась и Луна. От яркого лунного света диагональная призма немного бликовала, но несмотря на это удалось рассмотреть много подробностей на поверхности нашего спутника. На таком же увеличении, в 70 крат, у крупнейшей планеты Солнечной системы Юпитера, хорошо различим диск с намеками на экваториальные полосы и 4 галилеевых спутника. Кроме объектов Солнечной системы, этому телескопу доступны и яркие звездные скопления. Знаменитые Плеяды с трудом помещались в поле зрения окуляра 20 мм, но выглядели весьма эффектно. Что же, подведем итог. Со своим назначением для наблюдений наземных и ярких небесных объектов, телескоп вполне справляется. Простота в сборке и управлении, небольшой вес, неплохая комплектация, прямое изображение, все это выгодно отличает эту модель от большинства аналогов других брендов. К недостаткам можно отнести практическую бесполезность комплектной линзы Барлоу. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать Levenhuk Skyline 60x700AZ в качестве первого телескопа для детей младшего школьного возраста. В дальнейшем желательно дооснастить эту модель хорошей линзой Барлоу или окуляром 10 мм. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok